Дистанция полумарафона 21 километр. Для опытных спортсменов преодолеть такое расстояние дело привычное. Но в забеге участвовали и любители, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Они преодолевали путь в 5,5 километров. У Сергея Гриня проблемы со зрением. Мужчина бежал с сопровождающим. Говорит, вокруг стадиона наматывал круги и раньше. Но в этих соревнованиях принял участие впервые. В забеге участвовали дети со своими родителями и люди пожилого возраста. Со временем популярность сочинского забега, считают организаторы, будет только расти. Это замечательное событие. Мы видим, как растет интерес у любителей бега, любителей полумарафонов, марафонов. И это привлекательная такая опция для нашего курортного города. Сегодня для города Сочи это является особым таким маркетинговым ходом, потому что сегодня модно быть здоровым, модно быть спортивным. Полумарафоны – это три круга по трассе Формула-1 и пробежка по Олимпийскому проспекту. Этот путь преодолевали примерно за час. На память каждому о своем личном подвиге – медаль, футболка с индивидуальным номером и чипом, который фиксировал личное время пробега участника. Кстати, свои награды в праздничные выходные получили и пилоты от руководства Сочи. Им присвоили почетные звания по профессии, признании почет сочинцев. Памятные кубки вручили участникам авиашоу за яркие эмоции и удивительные трюки, исполненные в Олимпийском небе.